В эти дни все внимание приковано к Олимпийской столице России, городу Сочи. Именно там проходит масштабный международный форум, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Чем занимаются студенты со всего мира в Краснодарском крае, узнаете в нашем сюжете. Одно из мест притяжения фестиваля – масштабная выставка российских регионов и стран мира. Она развернулась в Олимпийском парке Сочи. Экспозиция нашей республики выделялась на общем фоне, открытым интерактивным характером. Здесь занимались физкультурой, танцевали, фотографировались в фотобудке и даже разучивали чувашский язык. Особенным вниманием пользовалась станция беспроводной зарядки для гаджетов. Одним из первых разработку чувашских ученых оценил первый заместитель председателя Государственной Думы России, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Вместе с главой республики он с интересом осмотрел экспозицию. Студентов из Крыма заинтересовала история и культура чувашия. Мне очень приятно было с вашей делегацией познакомиться. Мы живем вместе, такие активные, позитивные ребята. Вот увидели ваш стенд, познакомились с главой республики. Я думаю, что где-то в будущем будут проекты совместно, особенно по образовательной программе и как представители университета. Мы только за мобильность и за новые проекты. Вообще, каждый регион удивлял своей творческой фантазией. Причем участники форума могли по виртуальному мосту переходить из настоящего в будущее и даже прошлое. Добро пожаловать в традиционную тувинскую юрту. Юрту очень часто сравнивают с миром. То есть, вот если посмотреть наверх, смотрите, это дымоходное отверстие, это как солнце, лучи солнца, а стены, они символизируют как бы горы. Что интересно, вот эти хана, они сделаны без единого гвоздя. То есть, вот эти жердочки скреплены особым образом завязанной кожей. Площадки форума – это реальная возможность приобрести друзей по всему миру и ближе познакомиться с Россией. Я уже учусь в России, это уже 4 года, поэтому мне интересно, чтобы участвовать на всемирном фестивале молодых студентов. Потому что здесь есть большой шанс, чтобы встретить разных людей из разных стран. Еще как можно применять идеи между нами. Я знаю, что в России жили очень известные и великие люди. Да, я думаю, что Россия – это великая страна. Гали, 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 гали. Гали, 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 гали. Эту же песню через несколько часов участники форума «Юности планеты» хором пели уже на главной сцене во время торжественного открытия в ФМС-2017. 20 тысяч участников, да, более 180 стран. Для нас нет границы, нет проблем, которые мы не могли бы решить все вместе. Открытие фестиваля состоялось сразу на двух точках Олимпийского парка – во дворце спорта «Большой» и на Олимпийской площади. Эмоции переполняет столько народа, столько молодежи и студентов, и ехало сюда. Все супер! Берет гордость за нашу страну, что все в таком масштабе и все довольны. Иностранные граждане все вроде улыбаются, все довольны. Все такие отзывы положительные. Нам дали вот такую вот экипировку, очень яркую, цвета нашего фестиваля. Мы все выделяемся. На большом празднике под открытым небом молодые люди из более 180 стран мира. Шилянка! Россия! Россия! Девиз фестиваля – за мир, солидарность и социальную справедливость. Эти темы стали главными на площадках Всемирного форума.